Привет! В этом видео я буду мешать гуашь с акварелью и рисовать ретро-аудиокассеты. Кисти я всегда использую только синтетически. На столе у меня всегда есть кусочек бумажного полотенца, дополнительный листочек бумаги и моя палитра. Начинаю с наброска, чтобы понимать, где будут мои кассетки. И не добавляю слишком много деталей, потому что плотная текстура гуаши все равно перекроет большинство моих карандашных линий. Когда я закончила с наброском, я беру свою белую гуашь и начинаю вмешивать в нее акварель из тюбиков, потому что в других случаях мне не очень нравится ее использовать, потому что мне она кажется очень пигментированной. Я всегда перебарщиваю, и в итоге у меня остается слишком много акварели, и я смываю ее водой, поэтому я использую ее вместо гуаши, потому что гуаши у меня пока что нет, но скоро я себе ее куплю. Два стаканчика воды мне нужно для того, чтобы один из них был с грязной водой, а в другом я промывала кисточку перед тем, как брать новый цвет, чтобы не пачкать его очень сильно. И здесь я вмешиваю акварель в белый гуашь и добиваюсь того оттенка, который мне кажется будет наиболее подходящим. И чтобы его немножечко поправить, я использую свою обычную акварель, потому что я очень хорошо знаю, какие в ней уже есть оттенки и какого цвета мне хотелось бы добавить. Это моя самая любимая часть, само рисование гуашью. По сравнению с чистой акварелью, мне намного больше нравится рисовать гуашью, или в моем случае гуашью с акварелью, но это дело вкуса. Еще один плюс гуаши в том, что если у вас такие же кривые руки, как и у меня, вы можете делать ошибки и потом исправлять их, взяв другой цвет. И в отличие от акварели, гуашь отлично высветляется, если вы взяли слишком темный цвет, как я сделаю чуть позже, потому что мне потом покажется, что этот зеленый слишком насыщенный по сравнению с остальными оттенками, которые я взяла. Такие простые рисунки, практически разбитые на сегменты по цветам, очень хорошо помогают выработать стабильность и уверенность руки, с чем лично у меня иногда бывают проблемы, особенно в периоды, когда я нервничаю. В этот раз я не очень хорошо поработала своим глазомером, и мои кассетки получились немного разной формы, но в целом это не так страшно, потому что магнитофон в них не вставлять, поэтому ничего от этого сильно и не меняется. И вот тот момент, когда я подумала, что взятый мой зеленый немного темноват, и я решила сделать оттенок светлее, хотя на камере я сейчас смотрю, и он не так уж и выделяется, но в жизни он все-таки немного более насыщенный, поэтому я его решила осветлить. Весь процесс такого рисования очень успокаивает, и такие цвета лично мне очень нравятся, мне нравится как они ложатся на бумагу, как они выглядят друг с другом, и я просто получаю удовольствие от такого процесса, и мне повезло, что я могу им поделиться с вами. Потом я решила немного усложнить себе жизнь, и взяв тонкую кисть, начала делать контур желтым цветом на нижней кассете и розовым на верхней. Когда я закончила возиться с контуром, я решила добавить еще некоторые детали, чтобы рисунок не выглядел уж слишком простым. И добавила еще белый контур на более мелкие детали и блики, блестки, чтобы сделать его более блестящим. Вообще я как сорока люблю, чтобы все блестело. Да. И вот теперь я закончила. Вот получившийся результат. Он ни для чего не нужен, но я получила удовольствие от него и сделала руку более уверенной. И спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok